Всем привет-привет, мои дорогие, любимые, гости, подписчики моего канала. С вами, как всегда, Марина, канал Diamond Dream. И сегодня буду делать для вас расклад на тему, которая будет звучать так. Перспективы наших отношений, будем ли мы вместе. Давайте посмотрим вашу ситуацию, посмотрим вашего партнера, вас. Что сейчас происходит между вами и какие перспективы видят карты Таро в ваших отношениях. Для того, чтобы пришла именно ваша ситуация, для того, чтобы Таро нам показали, раскрыли именно вашу ситуацию, постарайтесь хорошенько сконцентрироваться на вашем партнере. Сами понимаете, что расклад общий. И, естественно, если вам повезет, то ситуация действительно будет ваша. И если вы будете чувствовать, что многое резонирует, смотрите, пожалуйста, дальше. Можете получить для себя важные подсказки. Если понимаете, что разговор не о вас, просто уходите с видео, ищите другое. Но все-таки постарайтесь сейчас сконцентрироваться на вашем партнере, чтобы помочь карты Таро как можно лучше раскрыть вашу ситуацию. Я напоминаю вам, что по вопросам обучения обращайтесь, пожалуйста, на WhatsApp, либо Telegram по тому же номеру. И в сообщении пишите большими буквами «Обучение». Таким образом, я смогу оперативно увидеть ваше сообщение и вам ответить на ваш запрос. Так. Ну, я надеюсь, вы уже определились. Во-первых, с партнером определились. Во-вторых, визуализировали его. И будем смотреть, что нам покажут карты Таро. О, дно колоды император. Сегодня у нас серьезный такой товарищ. Господин даже. Не назову его товарищ, потому что это господин император. Его величество, его высочество император. Очень часто по аркану император выходят супруги, либо мужчины, с которыми глубокие и серьезные отношения. Но здесь нам, в принципе, показывают энергетику этого мужчины. Мужчина непростой. Император никогда не отличается очень покладистым, сговорчивым характером. Это, ну вот представьте, кто такой император. Император – это человек, который руководит огромной империей, на котором большая ответственность, который должен быть собранным, дисциплинированным, жестким где-то в чем-то, может быть, очень даже и часто. Это люди по аркану император, люди своенравные, люди упрямые, люди, которые хотят, чтобы все абсолютно вокруг считались с их мнением. И их мнение должно быть самым главным. А лучше, вообще, в самом лучшем случае, чтобы их мнение было единственным. И все подчинялись его воле, все слушали. Знаете, не обязательно это самодур, хотя бывают и самодуры по аркану. Император как теневая сторона, оборотная сторона медали. Но здесь человек такой, которому прям необходимо, чтобы его чтили, его уважали и прислушивались к его мнению. Такого мужчину нам показали. Ну и, конечно, по аркану император, поскольку я здесь смотрю, в принципе, энергетику ваших отношений, я вам могу сказать, что это отношения довольно глубокого порядка. То есть это не легкий флирт какой-то. Здесь, если вы только познакомились с человеком, то у вас есть действительно некие... Тут о перспективах. Перспективы мы будем сейчас смотреть. У вас есть, в принципе, все основания для того, чтобы с этим человеком отношения выстраивать. Если же вы с этим человеком давно в отношениях, то здесь также можно рассчитывать на то, что эти отношения могли быть глубокими, либо сейчас глубокие, либо в перспективе могут стать таковыми. Теперь давайте посмотрим самого мужчину. Какой мужчина сегодня пришел к нам на расклад? И, как говорится, началось. Мужчина, находящийся в длительной ситуации каких-то переживаний, каких-то очень сложных моментов, потому что у нас выходит... Посмотрите, какие арканы. У нас выходит восьмерка мечей, у нас выходит аркан повешенный и тройка мечей. То есть мужчина здесь может быть связан какими-то обязательствами, обстоятельствами. Он может быть в буквальном смысле слова связан отношениями. Может быть, женатый мужчина. Может быть, кто-то есть у него. Может быть, на него оказывает влияние кто-то со стороны. Ну, а влияние может быть мамы, семьи, друзей. Ну, кого угодно. Бывшей, настоящей какой-то женщины его в жизни. Поскольку общий расклад, уж смотрите по своей ситуации. Но здесь человек сейчас, вот такой человек, наш, вернее, человек, тот мужчина, который пришел на наш расклад, он находится в очень сложных энергиях. Мы смотрим на данный момент времени, естественно. Он находится в сложных энергиях. И вот эта ситуация по разбитому сердцу, да, тройка мечей. Здесь, кстати, могут отыгрываться треугольники. По тройке мечей очень часто отыгрывается ситуация треугольника. Мужчина здесь реально переживает в том, что эта ситуация затянулась и нет никакого выхода из нее. Если треугольника нет, вы прям сто процентов знаете, что никого в его жизни, кроме вас, нет. Значит, в принципе, какая-то ситуация, не движение вперед, не разрешение проблем между вами. Она у вас затянулась. Причем мужчина здесь может в буквальном смысле считать себя жертвой обстоятельств. Мужчина может себя как-то пытаться оправдать. Ну, вот видите, висит вот в таком подвешенном состоянии. Страдает по тройке мечей, либо переживает. Но в итоге он ничего не делает. Потому что вот этот аркан, можете на него посмотреть. Видите, девушка окружена здесь восьмию мечами, забором неким таким. Но она ничего не делает, чтобы выбраться из этого. Вот такой мужчина у нас показан сегодня. Давайте посмотрим ситуацию между вами сейчас. Что между вами сейчас происходит? Ну, во-первых, это кармический партнер ваш. Сегодня идет разговор о тех отношениях, когда здесь один из партнеров ушел из отношений. Здесь, конечно, у нас изображена девушка. Видите, девушка ушла. Сейчас я вам буду показывать. Я очень люблю показывать аркана Тару. Вы знаете, наверное, это мой, так сказать, почерк. Потому что я хочу вам не просто от фонаря что-то рассказывать, чтобы вы сами понимали, какую информацию, какую энергетику несут карты Тару. Именно для вас. Именно вам показывают ярко и красочно. Какая ситуация между вами сейчас? У большого количества зрителей здесь может отыграться действительно законный брак. Либо человек этот может быть в законном браке. Ну, то есть, либо ваш муж, либо этот человек может быть с кем-то. Либо в законном браке, либо в отношениях каких-то. Потому что вышел аркан справедливости. Это очень часто аркан законных отношений. И один из партнеров здесь вышел из отношений. Либо вы, либо он. Нарисована, конечно, здесь изображена девушка. Но не факт. Конечно, у большого количества зрителей сегодня именно так и прокрутится, отыграется, что женщина вышла из отношений. Скорее всего, вот эта ситуация, которую нам показали, она перестала ее удовлетворять. Мягко говоря. Устала, наверное. Но по аркану справедливость здесь еще такой момент. Во-первых, здесь ваш кармический партнер. Это человек, с которым вас небеса связали не просто так. Да, вы действительно. Это, возможно, уже, знаете, звучит банально. Кармические уроки проходите. Ну, что есть, то есть. Вот этот человек вам дан небесами. Все, что было с ним в вашей жизни, так должно было быть. То есть, это человек, который пришел вас реально чему-то научить. И вы это понимаете оба. И вот то, что здесь случился уход из отношений. Либо, знаете, может быть, еще в буквальном смысле вы не расстались. Хотя 90% точно зрителей здесь расстались по этому раскладу. Либо вы просто отвернулись. Либо один из партнеров как бы ускользает из отношений. Отворачивается. Хочет выйти. Хочет уйти из отношений. Но все-таки здесь больше информации идет именно о женщине. Что здесь женщина либо устала, либо понимает, что ничего здесь мужчина не решает. И она отвернулась и уходит. Хоть и в никуда, к луне. Впереди что? Луна, неясность. Непонятно, что будет дальше. Но это момент истины. Так должно быть. Аркан справедливости. Вот такая ситуация между вами. Не радужная, конечно. Но по аркану справедливость так должно быть. Вот вы прямо здесь должны для себя это уяснить. Что здесь не просто так. Не потому, что там у вас плохой характер. Не потому, что он подлец. Хотя все может быть. И характерами можете не сойтись. И он может поступать с вами нечестно. И вы можете поступать как-то с ним. Но то, что бы тут ни происходило, вот эта вот ситуация зависшая, которую нам показали, она действительно здесь вынудила уйти. И это правильно. Так, теперь давайте спросим, что сейчас происходит в его жизни. Что сейчас происходит в его жизни. Да вы знаете, сказать, что что-то прям возбуждающее, яркое и интересное. Нет, не могу сказать. Мужчина может здесь либо собираться в путешествии в какое-то, либо находиться в какой-то поездке. Либо у него мысли о том, что пора уже вот эту самую по четверке мечей зависшую ситуацию в его жизни. Не только с вами, а вообще у него есть какие-то висяки, в принципе, по разным сферам жизни. Пора ее прекращать. Пора уже сдвигаться с мертвой точки. Пора уже куда-то что-то начинать новое. Пора идти в какой-то новый путь. То есть в его жизни нам показывают, что чувства имеют для него большое значение. Он хочет любви, он хочет заботы, он хочет романтических каких-то вещей. Но сейчас некий застой в его жизни. И вот из этого застоя он хотел бы выйти. Причем застой как по эмоциям, так и по каким-то другим сферам жизни тоже может быть. По эмоциям, чувствам, отношениям. Так и в других сферах жизни. Поэтому у него есть желание, наконец-то, из этого круга какого-то замкнутого выбраться. Вырваться. Еще что в его жизни происходит. Здесь мужчина большой ребенок. Но мужчина, в общем-то, с подбитым сердцем. С ранеными, я бы сказала, сердцем. И мужчина закрытый. Здесь мужчина, в принципе, со светлой, хорошей энергетикой. Он очень самолюбивый. Для него очень важно, чтобы... Ну, я вам уже по аркану императора это сказала. У нас еще и солнышко вышло. В душе он ребенок. Снаружи он, конечно, может казаться императором. Может быть и жестким когда-то. В неких моментах, а может быть даже и часто. Но в душе это ребенок. Это большой ребенок со светлой энергетикой. Но, смотрите, он закрыт. Закрытый. И вот девятка, жезловый, это аркан закрытого сердца. И причем человек здесь закрывается на основании какого-то опыта жизненного. Как будто он понимает, что когда он проявляет свою искренность, душу свою открывает нараспашку. Кто-то что-то как-то с ним поступает так, что, ну, бах его, так сказать, по голове. Прибивает немножко его вот этот свет ясный. Его солнечный свет. У него такое чувство, как будто иногда люди и ситуации в жизни поступают с ним несправедливо. Не так, как он заслуживает. Поэтому здесь он сейчас уже предпочитает свою душу нараспашку не раскрывать. Он предпочитает закрыться жезлами, чистокулом из этих жезлов, заборов. И вот, смотрите, вот так он может выглядеть, такой колючий и закрытый. А внутри у него солнышко. На самом-то деле у этого человека. В арканах солнца люди очень часто эгоистичны. Эгоистичны и даже в чем-то наивны. Он может оказаться там брутальным мужиком и таким прям конкретным, и даже жестким. А по сути своей он солнце. Причем маленький ребенок. Ранее мы и довольны. Поэтому у него здесь вот такая выстроена защита. Но, смотрите, здесь два человека нарисованы. Двое детей нарисованы. То есть ему, этому мужчине, ему просто необходимы теплые партнерские отношения. Ему нужен партнер. Но он сам как бы закрывается от этого. Может быть, по этой причине его партнер не чувствует полноты слияния эмоционального с ним. Потому что он выставляет какие-то блоки. Какую-то защиту выставляет. Ну вот такой человек. И сейчас, сейчас что-то очередное какое-то такое происходит в его жизни. Какой-то этап, где он свое тепло, свою красивую искреннюю душу, которая есть в нем, внутри вот это зерно. Он почему-то закрывается и не показывает. Ну вот, как, знаете, дикобраз какой-то, как еж иголки выставит. Иголочки эти убери, а он мягкий и вкусный, можно так сказать. Вот, нежный. Кожа нежная очень под этими иголками. Так, давайте теперь узнаем его мысли о вас. Думает ли он о вас вообще? Этот человек королева кубков, конечно, думает. Причем у нас тут, обратите внимание, королева кубков вышла прямо рядышком с пожум кубков. То есть, мало того, что думает, он думает о вас, у него мысли о вас самые светлые, самые красивые, самые прекрасные. Вы для него королева кубков, вы для него женщина, мечта, вы для него нежная, милая. Даже если вы себя ведете, как королева мечей, допустим, жесткая, все равно он понимает вашу сущность. Он понимает, что вы все равно являетесь королевой кубков, и он уверен в том, что вы испытываете к нему чувства и эмоциональную тягу. Что вы способны его простить, что вы способны многие вещи забыть, на многие вещи закрыть глаза ради него любимого. У него такие мысли о вас. Но думает он о вас исключительно светло и прекрасно. Потому что королева кубкова – это замечательный аркан. Это аркан любимой женщины. Его чувства к вам сегодня, сейчас, да? Ну, как-то вот он холоден. Он сейчас себя, скорее всего, проявляет с точки зрения короля мечей. Посмотрите, если вы водной стихии, а он воздушный, то однозначно абсолютно ваш расклад. Но здесь, вы знаете, я никогда не привязываюсь прям четко к знакам зодиака, чтобы сказать, да, вы обязательно должны быть водной, а он воздушным. Нет, вовсе нет. Здесь показывают сущность ваших отношений сейчас и как вы себя проявляете. Видит вас королевой кубков, испытывает к вам чувства, понимает, что вы испытываете к нему чувства, но ведет себя по королю мечей. Посмотрите, чувство его, король мечей, холодный такой серо-фиолетовый аркан, и мужчина здесь с оголенным мечом, с таким каменным лицом, можно даже так сказать. То есть он себя может проявлять сейчас в отношении вот таким образом к вам. Не додавать вам эмоции, не забывайте, что внутри он солнце, но снаружи может быть дикобразиком, еще и королем мечей. То есть он здесь пытается как-то свои эмоции утихомирить, он старается к ситуации с вами, к отношениям с вами подойти с точки зрения здравого, раз в сутка. Ему это сделать на самом деле сложно, потому что выходят очень красивые арканы в отношении вас. Но уж не знаю, какая тут у вас с ним ситуация, по этим арканам видно, что сложная. Может быть поэтому из-за того, что происходит, из-за того, что он здесь либо не хочет, либо не может действовать в отношении вас, он вот так вот и чувства свои в узде держит. Король мечей это человек, который все пропускает через голову. Этот человек, будучи на самом деле очень эмоциональным внутри, он старается выставлять и опять эти баррикады, и опять надевает на себя личину вот этого самого короля мечей, старается утихомирить эмоции, старается трезво все взвесить, старается себя убедить в чем-то таком здравом с его точки зрения. Поэтому в чувствах вышел сложный аркан. То, что этот мужчина испытывает к вам чувства, я вообще никак не сомневаюсь, потому что, ну, сами видели, что здесь вышло. Но человек закрытый, человек сложный довольно. Вот поэтому такой у нас аркан и вышел на позиции чувств. Прохладный он к вам сейчас. И вообще аркан, король, либо холодный. Король мечей это аркан закрытый, закрытого человека, человека с закрытым сердцем. Вот у него такие здесь выходят его характеристики. Давайте сейчас еще спросим тогда Таро. Видят ли они вообще перспективы, какие-то отношения ваших? Каковы перспективы? Мы смотрим ближайшее, мы далеко не смотрим. Вот смотрите, та ситуация, которая между вами сейчас, она может надолго затянуться. Она сейчас висит, и нам опять выходит аркан семерка пентаклей. Аркан, свидетельствующий о том, что человек ждет какого-то урожая. Посадил семена, либо саженца, растений. И ждет, когда же наконец-то вырастут достойные плоды. А они все не растут и не растут. То есть есть определенные ожидания, а нет результата соответствующего. И это аркан затяжной какой-то ситуации. Поэтому если перспективы, ну перспективы, конечно, есть. Когда-то здесь действительно можно дождаться какого-то урожая. Каких-то действий со стороны мужчины. Разрешение этой ситуации. Но на это нужно время и терпение. А готовы ли вы здесь ждать и терпеть? Это как бы, вы знаете, ваше дело. Никогда вам карты Таро ничего не будут предсказывать и рекомендовать. Вам показывают в принципе, что да, если иметь терпение. Если действительно принять там, я не знаю, его правила игры. Что вот так вот он в этой позиции, в этом положении будет висеть еще какое-то долгое время. Ничего не решая в отношении вас. Может быть, когда-то что-то вы и дождетесь. Потому что это не есть аркан, который говорит, нет вообще никаких перспектив. Перспективы здесь есть, но вот какого плана только покажет время. Это что здесь нужно прямо очень большое терпение, чтобы с этим человеком как-то что-то разрешить. Давайте вот так прямо спросим. Есть ли вероятность того, что вы будете с этим человеком вместе вообще? У нас же вопрос, будете ли вы вместе? Ну и выходит аркан четверка жезлов. Конечно, да. Четверка жезлов, по сути, это вообще-то аркан очень стабильных, глубоких отношений. Это аркан даже семьи, это аркан совместного проживания, совместного дома, это аркан поддержки друг друга. Это очень-очень хороший аркан. Даже очень часто он выходит именно на свадьбу, либо воссоединение семьи. Поэтому, ну что я могу сказать, что показывают карты Таро, то я и должна сказать. Конечно, здесь есть не просто вероятность того, что вы будете с ним вместе, а то, что вы вот в такой форме тоже можете быть с ним вместе. То есть вообще конкретно. В этом аркане как раз не нарисована здесь девушка и мужчина, допустим, да. Как это в других классических колодах прорисовано. Там бы я вам могла сказать в других колодах, что ну вот вам показывают, что вы вместе. Над вашими головами крыша общая, у вас стабильные отношения, то есть вплоть до семейных. Если это ваш муж, допустим, что-то между вами произошло, то это воссоединение семьи может быть. Если вы хотите с этим человеком чего-то серьезного, то, конечно, через некоторое время, а тут время может быть длительное довольно. Здесь что-то решится. Но здесь у нас изображены две девушки, которые просто веселятся, радуются жизни, и все прекрасно. Вокруг цветущие четыре жезла, и это устойчивость, как вот четыре ножки, стула, стола, основательность. На четыре жезла вы, конечно, можете здесь опереться. Поэтому да, с этим мужчиной более чем есть вероятность того, что вы все-таки будете с ним вместе. Причем вы даже можете быть с ним счастлива. Вот по самому раскладу здесь сложно как-то сказать, да как с этим мужчиной можно быть счастлива, если он такой. Но все в жизни меняется на самом деле. И может быть он помудреет, может быть он пересмотрит как-то свое поведение, может быть вы тоже пересмотрите свои какие-то моменты в этих отношениях. Но, девочки, может мне хотелось бы сказать, выходите уже из этих отношений, и все, да, зачем вам это нужно. Когда информация такая идет, я это озвучиваю. Когда информация идет другого плана, я вам тоже ее озвучиваю. И здесь, да, здесь, если вы готовы этого мужчину ждать, как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится. Никогда никому не рекомендую никого ждать. Нужно заниматься собой, надо заниматься своими проблемами, своими заботами, своими, да я не люблю слово проблемами, не проблемами, нет. Проблемы, они все решаются. Само слово проблема мне не нравится, потому что если человек видит ситуацию как проблема, то она является для него проблемой. Если же он всегда позитивно настроен и видит всегда позитивный выход из любой, из любых обстоятельств, даже сложных, то никаких проблем не существует. Их действительно не существует, потому что все можно решить. Поэтому заниматься собой, жить в первую очередь для себя любимой, но здесь вот по этому раскладу, здесь можно сказать так, сердцу не прикажешь, вы все равно, скорее всего, этого мужчину либо ждете, ждете каких-то от него шагов, либо вы не можете его отпустить, потому что здесь действительно реальное чувство, но здесь чувство какого плана? Более глубокий разговор, чем просто идет речь о чувствах, там, вы влюблены, допустим, в этого мужчину, здесь кармическая связь, а кармическая связь это гораздо глубже. Поэтому, если все это вы учтете, то, что я вам сказала, то да, действительно нам показывают, что в перспективах вы можете с этим человеком быть. На что вам нужно обратить внимание сейчас, что важно? Ну, опять-таки, общий расклад, давайте сейчас еще добавлю. Я вам так скажу, если вы с этим человеком семья, если это ваш муж, и тем более у вас есть дети, и у вас произошел с ним разрыв, то вы надеетесь на воссоединение, и он надеется на воссоединение тоже, чтобы тут между вами не происходило. И вас как бы, за вами небеса наблюдают, еще один вышел очень-очень серьезный аркан, кармический иерафант. Это аркан людей, которые в этой жизни им было суждено действительно встретиться именно по велению небес. Это ваша ситуация. Так вот, если вы с этим человеком в браке, если у вас есть общие дети, ну, брак может быть гражданский, официальный, не столь важный, и между вами произошла ситуация разрыва, здесь вам стоит подумать о том, чтобы с человеком с этим воссоединиться. Может быть даже действительно дать время для того, ему и вообще ситуации, чтобы она как-то вошла в более позитивное русло. Если с этим человеком у вас нет брака и нет детей, да, ну, нет, то все равно нам здесь показывают, что после этого раскола, который у вас произошел, здесь будет переосмысление и как бы заново, вот, начало, начало чего-то нового, прямо обнуление не показали, но нам показывают, что здесь и вы, и он готовы на то, чтобы начать какой-то новый путь вместе, потому что вы, безусловно, друг для друга важны. Ну, здесь раскол между вами произошел, раскол, разрыв, там, выяснение отношений, прояснение, к этой ситуации стало ясно. По тузу мечей здесь так должно было быть, опять кармический аркан лег рядом с тузом мечей, так должно было быть. Но по пажу пентакли здесь вы оба, смотрите, покрывается расклад, завершающий аркан расклада, у нас двойка кубков, еще и посерединке вышел аркан иерофант. Тут как ни крути, что, что ни говори вам, а все равно это судьба и это любовь. И есть у вас чувства взаимные с этим человеком. И здесь, в общем-то, есть... Не хочу говорить слово, за что бороться. Не нужно бороться. Не нужно бороться. Борьба – это неправильно. Мудро всегда надо подходить к ситуации и спокойно. Я бы сказала, здесь есть вообще ради чего эти отношения продолжать. Решать вам, как быть дальше. Моя задача была вам показать то, что мне рассказали карты Тару. Спасибо большое за то, что были со мной сегодня. Буду вам очень благодарна за пальчик вверх, за теплый комментарий под моим видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на кнопку колокольчика рядом с кнопкой подписки для того, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Благодарю вас за ваши донаты, которые вы присылаете мне в поддержку моего канала и благодарность за мою работу. Огромное вам спасибо. Если есть желание перевести мне донат, конечно, буду вам очень признательна. Ссылочки находятся под каждым видео. Я вас всех целую, очень люблю. Желаю вам счастья, любви, гармонии и только самых достойных вас партнеров. Ну и, конечно, уметь трезво подходить к любой ситуации. Лучше без лишних эмоций трезво взвешивать, что вам действительно нужно и чего вы действительно хотите в отношениях. И, конечно, принимать правильное решение гармонии вам любви, защиты и покровительства высших сил. Всех вам благ. Пока-пока. До следующего расклада. Субтитры создавал DimaTorzok